Продажи легковых и молотоннажных грузовых автомобилей в России в августе снизились на 17%, что стало антирекордом с мая 2020 года. Данные приводит Ассоциация европейского бизнеса. Основная причина падения – глобальный дефицит электронных компонентов. С начала года рынок в воскресенье есть в плюсе к 2020 году на 20 с лишним процентов. Однако если сопоставить с аналогичным периодом 2019-го, динамика отрицательная – минус 4%. Спрос раст, но повсеместная нехватка чипов не позволяет добиться доковидных показателей. В июле продажи автомобилей в России упали на 6,5%, в августе тренд обозначился еще более четко. Тем временем эксперты постоянно переносят сроки стабилизации ситуации с электронными компонентами. Основные мировые центры производства Тайвань, Китай и Южная Корея не успевают вести в строй новые мощности, сообщает телеканал «Россия-24». На автовазе около 15 тысяч сотрудников из-за дефицита чипов находятся в режиме простоя и получают две трети зарплаты. Самарские власти, как сообщается, занимаются решением вопроса совместно с представительством Bosch-производителем компонентов. Нехватка компонентов сказывается и на другом отечественном производителе Горьковском автозаводе. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал глава группы «ГАЗ» Вадим Сорокин. Тем не менее, по его словам, все необходимые компоненты для таких автомобилей, как машины скорой помощи и школьные автобусы зарезервированы. Срывов этих заказов не ожидается. В Москве, кстати, автопроизводитель представил ряд новых моделей, среди которых автобус, работающий на водородном топливе. Правда, пока не ясно, насколько широко будет распространен такой вид транспорта. Продолжение следует...